Ощущение сказочности волшебства окутывает всех, кто нашел свободное время, чтобы посетить уникальную творческую экспозицию «Светло-колядные зорки», которая расположилась в городском центре дополнительного образования детей и молодежи. Экспозиция уже не первый год собирает лучшие работы воспитанников самых разных учреждений образования. И, как и в предыдущие годы, вернисаж радует новыми техниками и новыми сюжетами. Эти работы, которые дети делают ежегодно, они не только украшают, допустим, наши дома, потому что ребята, конечно, потом уносят их к себе, украшают свои новогодние комнаты. Но и дальше они могут принимать участие в мероприятиях более высокого ранга, в областных выставках, республиканских. И в этом году в Краеведческом музее выставка елок, и также там много елочек, которые с прошлого года были у нас на конкурсе, в этом году радует еще и в музее. Так что у нас такое воспитательное пространство, но без границ. 35 учебных заведений города над Бугом постарались на славу. Около 200 работ украшают актовый зал учреждения дополнительного образования. Кто-то из ребят участвует впервые, а для кого-то такие конкурсы не в новинку. Вера Фоминых – неоднократный участник и победитель различного рода творческих состязаний. Уже пять лет девочка занимается соломкой, однако на выставку пришла с удовольствием. Это хороший способ оценить свои способности и найти идеи для новых работ. Работаю я уже тут довольно давно. По-моему, это, если не ошибаюсь, это пятый или четвертый год уже. Так, ну, работ я уже сделала довольно много, некоторые даже были на выставках. Несмотря на то, что выставка проходит в период долгожданных зимних каникул, от посетителей отбоя нет. Поглядеть на необычные работы приходят как взрослые, так и дети. Выставка «Светло-колядные зорки» – это конкурс творческих композиций, итоги которого подведут уже скоро. Лучшие работы будут отмечены грамотными и памятными призами. Однако, независимо от того, кому достанутся призы, со своей главной задачей экспозиция справилась. Она подарила всем посетителям свое тепло своей новогодней звезды.